Есть штамп в библиотеке. То есть эта карта была сканирована с оригинала и отгравирована на нашем оборудовании. То есть это такая вот эксклюзивная, необычная вещь. Стеклянное панно огромных размеров. За 13 часов фигурной резки оно превратилось в старинную карту мира. Дмитрий демонстрирует возможности лазерной установки, аналогов которой пока в Саратове нет. Началось с того, что мы поехали с супругой в соседний город Волгоград. Увидели там маленький станочек такой был. Они делали сувенирку на брелочках, на зажигалах, гравировали. Ну и как бы я загорелся этой идеей. Мало кто предлагал в тот момент. Это был 2007 год. Четыре года спустя Дмитрий вспоминает это как самую рискованную авантюру в своей жизни. Чтобы купить дорогое оборудование, пришлось продать квартиру и занять денег у родственников. То есть авантюрный человек, авантюрист, наверное, по жизни. Поэтому, ну, по крайней мере, все, что я хотел делать, меня еще не подводило. То есть да, может быть, это рискованно, да, это авантюра. Многие показывали пальцем у виска о том, что типа, ну, вот натворил, продал там все. Те, кто еще недавно крутил пальцем у виска, сегодня пополнили клиентский список необычной мастерской. Заказывают все – от деревянных визиток до картин на стекле и алюминии. Но со временем простых желаний у клиентов становится все меньше. Так, известный в городе бизнесмен, имя которого нам так и не открыли, решил увековечить свой образ в совсем нестандартных размерах. То есть там, если сейчас общий размер, где-то 5 метров на 4,5 был размер. Ну, портрет человека огромный, то есть макро такой снимок, вот. То есть делалось очень долго, кропотливо, потому что материал достаточно жесткий. Это был дуб, он дымит, горит. То есть были определенные, скажем так, неудобства в изготовлении, но как бы оно того стоило. Несколько секунд компьютерной обработки и файл воспроизводится на станке пучком света в 250 градусов по Цельсию. Меняют мощность светового потока и луч уже врезает необычные визитки. Каждый раз, когда я подхожу к станку, либо даю задание оператору станка, то есть каждый раз результат получается новый. То есть и портреты, и фотографии, и какие-то там сувенирные вещи, все каждый раз разное. Поэтому в этом-то и интересно, что каждый раз что-то новое. Кураж и чувство новизны Дмитрий называет единственными двигателями личного прогресса. В таком случае, говорит, материальный успех просто неизбежен. Но подавить природный авантюризм не способны даже финансовые благополучия. На очереди новые вершины бизнеса. Какие именно, он пока еще не знает. Но обещает, что и на этот раз будет в своем деле первым. По-другому просто не умеет.